Привет всем! Меня зовут Николай Соколов. Это гитарный блог номер три. Поехали! В этом гитарном блоге мне бы хотелось поговорить о том, что играть. Мелодию или технику? Потому что это извечный вопрос у всех гитаристов и тех ребят, кто слушает музыку. Естественно, слушателям нравится больше, когда звучит вот так. А гитаристам, которые исполняют музыку, нравится, конечно, и это тоже нравится, но в большинстве случаев нравится играть какие-то такие вещи или какие-то искрометные соло. Так какая разница, что играть? Давайте попробуем разобраться. Вообще, когда человек играет и занимается, ему хочется выразить самого себя в каждом своем звуке. То есть это под настроение на самом деле. Когда люди играют, у них настроение хорошее, и они могут это делать, то это называется как драйв. Внутри тебя распирает всего. То есть из тебя прям прет вот эти все эмоции. Тебя прям вот распирает на то, чтобы тебе поиграть вот эти все моменты, там, скажем... Вот. И в этом ничего плохого нет, когда человек играет быстро или медленно. Вообще. То есть разница, по сути дела. Здесь на самом деле на вкус и цвет. Потому что я переслушал массу гитаристов всяких разных и увидел, что люди играют и быструю музыку, и медленную музыку. И есть кайф от того, что там люди любят слушать быструю музыку. Например, скажем, есть аккорд, допустим. Ми минор возьмем. Вот. И каждый музыкант его слышит по-своему. Кто-то его слышит вот так. Кто-то вот так. А кто-то вот так. Кто-то так. Либо так. И все по-разному. Например, можно даже взять поле аккорды. И здесь просто речь идет о том, что кому что нравится. То есть это даже можно сравнивать вкусы. То есть там, скажем, повар приготовил еду, кому-то нравится, кому-то не нравится. И здесь нельзя говорить, что... Ну, я слышал некоторые мнения там про критику, там, что... Один парень там высказывался, что якобы, что кто может критиковать, кто не может критиковать. Что если человек критикует и говорит, что как надо играть, то да, там можно. Потому что, типа, попробуй сам так сыграть. Да кто-то такой вообще, чтобы кого-то критиковать. Да нет. Да критиковать может кто угодно. И, в принципе, по разным критериям. Вы же приходите в ресторан, когда есть. У вас вы берете какую-то еду, пробуете ее, и вам не нравится. Ну, по каким-то причинам вам просто не понравилось. И вы такие говорите, не понравился мне этот суп, там, или, там, пирожное, там, или еще что-то. И все, унесли. И вдруг ни с того ни с сего бежит повар, там, с половником в такой шляпе и кричит вам. Как так ты мог сказать, что попробуй-ка сам приготовь. То есть, посоветуй только мне, там, сколько здесь сахара, там, сколько еще чего-то. Повар нет! То есть, вам просто не понравилось. Поэтому, в принципе, можно критиковать, может, абсолютно любой, и в разных пределах. То есть, хоть там грубо, хоть не грубо, хоть, может быть, критика конструктивная, может, деструктивная. Без разницы. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что как человек сам будет на нее реагировать. То есть, если он реагирует адекватно на нее, значит, все нормально. Если нет, значит, проблема не в критикующих, а проблема в самом человеке. Поэтому, я считаю, мое субъективное мнение, что критиковать музыку может кто угодно. Вот, вопрос в том, где вы стоите, то есть, в каком положении вы сами. То есть, если вы как ветер гонимый, то есть, вам как сказали, вот так вам сказали, то есть, и вы раз одного слушаете. Один другой вам сказал так, вы стали другого слушать. И вы сами не определитесь, что же для вас важно, то есть, мелодия или техника. То есть, и непонятно, что вам лучше играть. То есть, поэтому занимайтесь так, чтобы вам было интересно. То есть, это самое главное. Вот это, пожалуй, самое такое основное, что может для вас быть. А все остальное, то есть, когда вам говорят, что слишком много нот ты играешь, там, ну и что, а мне так нравится. То есть, вот я вот такой, я многонотный человек. Мне не интересно, там, играть подтяжки. Хотя, кстати, интересно. Ну, лично мне интересно. Там, я люблю, там, поиграй, там. Но именно в сочетании с какими-то интересными вот такими пульсациями какая-то есть в этом красота. То есть, тот же самый Паганини, когда я играл, там, тысячу нот там высекал. То есть, люди это все слушали с таким удовольствием, с таким, с такой жадностью каждую ноту. И никто не говорил, ну, как тут бездушевно он играет. То есть, ничего такого нет. Вот. И если играть медленно мелодию и быстро, то есть, это, в принципе, как две... То есть, нельзя сказать, что если человек играет только быстрые ноты, значит, он бездушевный. Потому что однажды мне сказали, я играл там одну композицию, кстати, вечное движение. И мне сказали там, что, а где же душа? То есть, и непонятно, такой момент, что, а что, в быстрой музыке не может быть души, что ли? Или как? То есть, те люди, которые привыкли, вот они расслабляются, постоянно у них релакс такой. Есть разные люди. Если вы поедете на лыжах с горки, с такой большой, вряд ли у вас будет там вальс звучать. То есть, вы едете так, и у вас в ушах там вальс. Однако, ну, наоборот, когда вы едете на лыжах, у вас там такое всё. И если, например, вы, скажем, решили что-то такое вспомнить, ну, скажем, какую-нибудь ностальгию, там, школьные голоды, например. Там, или ещё что-то там, да неважно. И у вас какая-нибудь там такой трэш внутри. Ну, хотя люди все разные, у кого-то, кстати, может быть и такое. Поэтому вот это видео решил записать, то есть, о том, что важнее мелодия или техника. Пожалуй, и то, и другое важно. Самое главное, чтобы не было застоя либо на том, либо на другом. То есть, всё должно быть в гармонии. То есть, если вы пишете свои соло, то старайтесь его играть так, чтобы у вас было и то, и другое преобладало. Чтобы у вас оно было и мелодическое, и в каких-то моментах техническое. Ну, приведём пример. Например, вы сыграли, допустим, какую-нибудь мелодию. Допустим, ну, пускай это будет три ноты в до-мажорной гамме, там, пускай, да? Допустим, что-нибудь вот такое. Ну, какая-то вот такая мелодия получается. То есть, вроде бы и просто, в то же время, что-то какие-то маленькие вкрапления туда делаем, технических пассажиков. И уже не так скучно её и самому гитаристу играть, и она обретает какую-то свежесть интересную. Поэтому это видео о том, что можно, как вообще играть мелодию или технику. Играйте, как вам нравится, то есть, как вас прёт, как вы умеете. Только единственное, что, чтобы, самое главное, ваша техника, она не была в ущерб музыке. А если вы играете техникой музыку, соответственно, пускай это и будет музыка. Потому что музыка, она многогранна. То есть, вот это, в принципе, тоже музыка. Кто-то в этом видит музыку, кто-то в этом видит просто какой-то шум. Вот, для кого-то музыка там одной ноты, для кого-то это две ноты, для кого-то это несколько, вот типа того. И каждая музыка имеет право на существование. Каждый пассаж, каждый гитарист может играть по-своему. Поэтому можно играть и так, и так. Просто играйте, как вам нравится. И всё, и будет вам счастье. Всё, пока.